Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Марина Кравцова. Я и наши корреспонденты расскажем вам о самых интересных новостях недели. Коротко о главных темах. Птичку жалко. В Самарской области официально установлен карантин. Дорога чемпионов. Журналистам рассказали и показали, на каком этапе строительство улицы Арена-2018. Реинкарнация героя. Катер, затонувший во время боев в Керченском проливе, восстановлен энтузиастами и вновь идет в Крым. Престольный праздник в старейшем храме Самары, Вознесенскому собору, в котором побывали три императора 170 лет. Бэби-бум в Самарском зоопарке. Малыши появились у лис, зайцев и бобров. Условных террористов обезвредили. Заложников освободили. По всей стране проходят антитеррористические учения. План их проведения в 2017 году утвердил Национальный антитеррористический комитет. Особое внимание городам, в которых состоятся матчи Чемпионата мира по футболу. Оперативным штабом в Самарской области проведена условная антитеррористическая операция на речном вокзале. Навыки совместной работы в экстренных ситуациях оттачивали сотрудники ФСБ, госслужащие и спасатели. По легенде, условные бандиты удерживали заложников на пассажирском судне. В учениях участвовал и пожарный корабль. Из-за вспышки птичьего гриппа в Самарской области установили карантин. Неблагополучным признан поселок Красная Горка Челновершинского района. Все дороги к поселку закрыты. Работают пропускные пункты с дезинфекционными барьерами и камерами для обработки одежды. В районе запретили торговать птицей. Карантин отменят не раньше, чем через 21 день после уничтожения всего восприимчивого поголовья. От вируса уже погибли 15 кур. По данным МЧС, всего в зоне поражения находится около 5000 голов домашней птицы. Напомню также, что в середине марта в Хворостянском районе Самарской области произошла вспышка африканской чумы свиней. В суде промышленного района Самары вынесли приговор инспектору по делам несовершеннолетних. Вопросы к Ирине Малаончуку следствия появились после того, как трехлетняя девочка погибла от рук отчима. Год назад свою патчерезу до смерти избил Харитон Горячкин. По версии обвинения, инспектор не забрала ребенка из семьи, где ему угрожала опасность. В январе прошлого года врачи больницы Середавина сообщили в полицию, что к ним поступила трехлетняя девочка с кровавыми ранами и синяками на лице. В неблагополучную семью инспектор наведалась только спустя пять дней и ничего предпринимать не стала. Прибыв домой, где проживал ребенок, она ограничилась только опросом сожителя матери, так как матери в тот момент не было. Сама собственноручно составила протокол ее опроса, где попросила расписаться опять же сожителя женщины. После этого она вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не выяснив ситуацию, в которой находился ребенок. Я очень сожалею о трагедии, которая произошла в данной семье, но я к данному, очень сожалею о произошедшем и к данному непричастной. Я не могла никак повлиять на исход случившегося. Прошу меня оправдать за непричастность. Суд признал Ирину Баланчук виновной в халатности. Теперь женщина на год лишается права занимать государственные должности, а также обязана выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Дорога к стадиону. 100 тысяч кубометров песка и 60 тысяч тонн щебня. В Самаре полным ходом идет строительство улицы Арена-2018. Эта дорога станет основным маршрутом для футбольных болельщиков. Строители работают за делом на будущее. Улица рассчитана для всего комплекса застройки вокруг стадиона. Какой будет дорога чемпионов, узнал Андрей Горгуленко. Сейчас улица Арена-2018 это только тонны песка и щебня. Но уже через год именно этой четырехполосной дорогой и девятью метровыми тротуарами по краям и пойдут болельщики, чтобы переживать за свои любимые команды на чемпионате мира. Арена-2018 соединит две Самарские магистрали. Волжское шоссе и улицу Демократическую. Съезд к стадиону будет осуществляться через пересечение с улицы Дальней. Сейчас на объекте длиной почти три километра заканчиваются земельные работы. Песчаный слой работники уложили уже наполовину и приступили к строительству щебеночного основания. Все материалы проходят обязательный контроль на соответствии качеству. У нас повседневный контроль лаборатории заказчика. Они здесь каждый день бывают на объекте. За ходом строительства ежедневный контроль. Плюс у нас на объекте также своя лаборатория, которая выполняет работы по контролю качества выполняемых работ. Пересекать дорогу пешеходы смогут по подземным переходам. Их пропускная способность до 12 тысяч человек в час. В тоннеле спускаться смогут и маломобильные горожане, и велосипедисты. Пандусные сходы готовы на треть, а вот сами переходы почти полностью. Мы сейчас сделаем самый главный конструктив, пустить дорожников, а потом уже начинаем отделку. Здесь у нас получается низ полы идут гранитная плитка, а внутренняя отделка будет окраска. Сейчас на объекте трудятся 60 человек и 38 единиц спецтехники. В начале июня дорожники начнут укладывать асфальт. А уже в ноябре здесь полностью откроют движение. Андрей Григуленко, Григорий Плешаков. События. Новой звездой пополнилась команда послов чемпионата мира по футболу 2018 года. Представителем от Самары стала капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина. За свою карьеру она выиграла 288 турниров. В Самаре знаменитая теннисистка провела мастер-класс для юных спортсменов, а сама научилась у них футбольным трюкам. Как это было, увидела Валерия Макарова. Она вошла в историю как первая российская теннисистка, выигравшая турнир большого шлема. Сегодня Анастасия Мыскина осваивает футбол. По статусу теперь положено. Часом ранее Анастасия Мыскина официально стала послом от Самары на чемпионате мира по футболу. Соглашение подписали в областном правительстве. По традиции каждый посол оставляет свой автограф на футбольном мяче. Теперь на нем семь подписей. Если честно, для меня эта роль немножечко новая. Я никогда не выступала никаким послом, и тем более другого вида спорта. Это потрясающе, что это будет проходить в Самарской области, потому что я здесь бываю частенько, и мне очень приятно, что именно этот регион я смогу представлять. После церемонии Мыскина отправилась в Самарский теннисный центр. Здесь ее уже ждали юные теннисисты. Капитан российской сборной провела разминку, тренировку ударов и подач. Дети остались в восторге. За автографом звезды российского тенниса выстроилась целая очередь, как видите. Заполучить его хотят даже юные футболисты. Анастасия Мыскина стала седьмым послом от Самары на чемпионате мира. До этого соглашения подписали с космонавтом Олегом Каноненко, олимпийским чемпионом Тагиром Хайбулаевым, паралимпийской чемпионкой Николей Радамакином и другими. Теперь они будут представлять Самару на международной арене. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Нажиться на чемпионате мира пытаются производители подделок. Сразу в двух торговых центрах города самарские таможенники обнаружили контрафакт с символикой FIFA. С прилавков изъяли одежду на сумму почти 100 тысяч рублей. На ней незаконно были размещены обозначения брендов Дольче Габбана, Найк, Лакост и символика FIFA. Имущественные права, на которую принадлежат Международной Федерации Футбольных Ассоциаций и подлежат защите по Уголовному, Административному и Гражданскому Кодексу России. На данных торговых точках выявлены товары, обозначенные символикой чемпионата мира 2018 года. Данные товары самарской таможни изъяты. В настоящее время проводится выездная таможенная проверка. Служба со вкусом. Солдатское меню в воинских частях центрального военного округа разнообразили национальным колоритом. Еженедельно военным подают блюда традиционной кухни народов России. Сюрпризы не только на столах. Обед сопровождается культурной программой. Я побывала в одной из воинских частей в Самарской области и своими глазами увидела, как это происходит. Подробности в сюжете. Сегодня стол военнослужащих 30-й бригады изобилуют разнообразием. Для них приготовили традиционные блюда казахской национальной кухни. Центральные на столе бишбармак. Блюда из мяса и теста. Сытное как раз то, что нужно настоящему солдату. Но не хлебом единым. Прямо в столовой артисты устроили концерт и спели казахские песни. Кроме этого поставили национальную юрту, чтобы познакомить с культурой и традициями народа. Дни национальной кухни в армии – своеобразное новшество. Каждую неделю в воинских частях Центрального военного округа представляют традиционные блюда народов, проживающих в России. В 30-й бригаде такой необычный обед – первый. Это мероприятие проводится в каждой воинской части. Для того, чтобы приобщить наших военнослужащих к многонациональной кухне нашей страны. Помогали поварам представители казахской национально-культурной автономии Самарской области. И блюда получились действительно по всем канонам. На столах и сладкая выпечка, и лепешки, какие ели и несколько веков назад. При этом продуктовый набор соответствует и всем правилам, чтобы не только вкусно было, но и калорийность соответствовала. Наши национальные блюда в основном состоят из мяса, так как мы казахи – кочевой народ. Затем это баурсаки, то есть баурсаки – это лепешки такие, которые служили… Ну, раньше мы это ели, принимали как хлеб. Хотелось продемонстрировать, показать, что мы все разные, но мы все вместе. Есть единство, есть общий дом наш, общая Россия. Гречка и перловка, как неизменное блюдо солдатского меню в прошлом. В день национальной кухни и военная столовая напоминает хороший ресторан. Очень вкусно, очень все красиво. Для нас песни пели. 30-я мотострелковая бригада совсем молодая, сформирована в декабре прошлого года. И необычным обедом встретили пополнение военнослужащих, которые приехали из учебного центра. В бригаде служат только контрактники. Кулинарное нововведение приветствуют, ко всем прочим преимуществам военной службы. В армии хорошие перспективы. После первого контракта заключить второй, и можно получить квартиру. На гражданке долго зарабатывать на квартиру. Ну, еще много всяких привилегий. Личный состав воинской части многонациональный. И атмосфера сложилась дружеская и товарищеская. И такой гастрономический ликбез – еще один способ больше узнать о национальных традициях сослуживцев. Меню обширное в частях проходит Дни Русской, Кавказской, Украинской, Татарской и других национальных кухонь. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. А вот всех жителей Самары сюрприз ждал на речном вокзале. Участники экспедиции по волнам памяти восстановили два катера времен Великой Отечественной войны. Они совершали морские набеги на противников и перевозили десант. А теперь на них современные моряки идут из Тольятти в Керчь, к местам боевой славы. Экспедиция остановилась в Самаре, чтобы показать горожанам уникальные суда. На время матросом стал и Андрей Горгуленко. Вот это фрагмент карты, подлинной карты, поднятой с нами рубки. Вот они погибли где-то вот здесь вот. Это вот сам Керчь и это крепость Юникале, турецкая больше, они вот лежат вот здесь. Бронекатер Б-73 геройски погиб у Крымских берегов, доставляя пополнение. 43 человека. На Азов катер был переведен после того, как экипаж заслужил за оборону Сталинграда. Георгиевское звание. Моряки из разных городов отдали дань памяти неизвестному герою, воссоздав судно и наполнив его вещами, найденными на морском дне. Все вещи, представленные в кают-компании, подлинные и поднятые со дна Керченского пролива. Инструменты, столовые приборы и даже прорезиненный костюм. Но особое место в каюте занимает патефон. Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Несмотря на то, что и бытовых, и боевых предметов приходилось перевозить много, сама кают-компания была небольшого размера. Экономили каждый сантиметр длины, каждый сантиметр возмещения. Все тесное, потолки низкие, помещение тесное. Естественно, потому что любой сантиметр возмещения – это возможность маневра, это возможность пройти выше по реке, нанести удар туда, где тебя не ждут. Катер автономно мог плавать пару дней, совершая вылазки для удара противника. Экипажу из 12 человек, члены которого по очереди спали, небольшого помещения вполне хватало. Но для долгого путешествия по российским водам копию бронекатера пришлось немного модернизировать. Мы даже немножко переделали его по сравнению с военным судном, чтобы было попросторнее. У бронекатера времен войны у него не было кают-компании. У него было машинное отделение в этом районе. Мы сейчас перенесли машинное отделение под кормовую башню, а кают-компанию сделали вместо машинного отделения. Потому что, ну, представляете, у нас только две маленькие каютки, и где-то жить это совсем не было. Реконструированный бронекатер Б-73 участник экспедиции по волнам памяти. Она представляет собой флотилию восстановленных военных катеров прошлого века. На их борту находятся музеи с экспонатами геройски погибших кораблей. Участники рейда одеты в точной копии обмундирования образца 1943 года и исполняют роль моряков-катерников Волжской и Азовской флотилии времен Великой Отечественной войны. Во время стоянки в Самарском порту моряки рассказывают о боевых действиях, о вооружении, а также о службе и бытовых условиях. Экскурсии по катерам проводят в рамках программы «Молодежь Самары» 2014-2018 годов, направленной на гражданско-патриотическое воспитание молодых людей. Идея восстановить бронекатер-герой родилась у капитана судна Александра Ёлкина, когда он занимался дайвингом в Крыму. Я родился в Керчи, и в детстве нырял с маской, с трубкой. Около берега лежали обломки катера. Я никогда не знал, что же катер. Я там находил патроны какие-то, пульки собирал и так далее. А потом уже стал старше, увлекся дайвингом, разобрался и узнал, что это бронекатер в районе войны, который очень героически погиб. Катера пройдут более 2000 километров от Тольятти до Керчи, по реке Волга, Волгодонскому каналу и Азовскому морю. В порт Керчи экспедиторы планируют прибыть 6 июня. На пути к заветной цели моряки будут заходить и в другие города, чтобы проводить такие же экскурсии. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков, События. Восстанавливают и фасады исторических зданий. Волонтеры выходят на отделочные работы. В Самаре стартовала акция Tom Sawyer Fest уже в третий раз. В этом году планируют отремонтировать 4 дома в историческом центре города. Все детали на месте, выяснил Олег Зверев. Не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие приятное? Приятное? Чего же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается велеть забор? Немного фантазии, грамотный пиар, и вот уже к фасадным работам подключаются все больше персонажей. Самарские последователи, литературного героя, известного Тома из американского Сент-Питерсбурга, снова приступают к делу. Уже не первый год они приводят в порядок зданий в историческом центре города. Дома уникальной самарской архитектуры обретают новый вид. Акция называется «Том Сойерфест», и одним из первых волонтеров поддержал глава города Олег Фурсов. На самом деле важно поддерживать любовь к городу через сохранение архитектурных особенностей нашей Самары. Она очень красивая, и долгие годы не уделялось должного внимания тому, чтобы сберегать это архитектурное наследие. Я должен сказать, что, наверное, благодаря в том числе и вашим шагам в этой сфере, мы из год в год видим увеличение меценатов, которые охотно выделяют деньги на ремонт фасадов. В 2015 году по инициативе администрации к ремонту фасадов были привлечены только 8 меценатов, а уже через год количество желающих выросло до 27. А теперь бизнесменов, готовых помочь в деле сохранения исторического облика города, уже 40. В прошлом году команда «Том Сойерфест» отремонтировала здания на улице Галактионовской и Льва Толстого. В этом году акции стартуют во дворе по адресу улица Молодогвардейская, 87, чтобы сразу по окончании официальных мероприятий приступить к работе. В этом году волонтеры отремонтируют 4 здания, в том числе памятник самарского модерна усадьбу Зеленко. Жители готовы оказать поддержку и надеются на радикальные изменения. Мы сами пытаемся подремонтировать наш дом, что-то делаем каждый год. А сейчас к нам подключится такая замечательная команда. То есть очень рады, конечно, любим свой дом. Самарский проект в прошлом году был отмечен президентским грантом. Серьезную поддержку оказывает бизнес-сообщество. Административную и финансовую помощь оказала волонтером администрации Самары. И уже в этом году Томсуэрфест пройдет еще в 10 городах. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Самарские выпускники последний звонок в этом году отметили необычно. Собрались в центре города и стали первопроходцами новой традиции – общегородского парада. Более трех тысяч молодых людей в школьной форме прошли по улице Легенградской к набережной. К шествию присоединился и наш корреспондент. Еще до начала шествия ребята из разных школ, лицеев, гимназий, колледжей уже признакомились друг с другом. Сегодня они не просто выпускники, но и первопроходцы новой традиции. Так как это у нас в Самаре в первый раз проходит, и вдобавок мой лицей проходит в числе первых, и я думаю, мы все будем очень гордиться этим. Некое волнение, и на самом деле слезы наворачиваются на глазах, потому что расстаемся со школой очень грустно. Сами ребята признаются, что такого не ожидали. Вдоль праздничного пути их встречали творческие коллективы, театрализованные представления и тематические станции – «Самара музыкальная», «Самара космическая», «Самара молодежная». Больше трех тысяч выпускников в одной колонии. Сегодня Самарская набережная особенно молодая и прекрасная. И для них это шествие, пожалуй, самый главный шаг в жизни. Из класса школьного во взрослую жизнь. От Балдогвардейской до набережной и далее вдоль Волги до Некрасовского спуска. Теперь это многих славный путь. Традиция общегородского шествия станет ежегодной. А выпускники 2017 – первые, кто прошел вот так, все вместе, в одной колонне. Я не думал, что будет столько людей, которые нас поздравляли с разными флагами, с разными, значит, плакатами. Очень все красиво, очень много шаров, ярких людей. Вот. И с хорошим настроением. На площади танцевальный флешмоб времени ждет и возможность сделать селфи с первыми лицами города. Именно глава Самары Олег Фурсов поддержал инициативу активистов школьного парламента провести такое шествие. Очень хотелось бы, чтобы вы все поступали и учились в наших учебных заведениях. Тем более, что в нашем городе, в нашей области очень много сделано для того, чтобы каждый из вас мог получить прекрасное образование. Благодаря усилиям губернатора Николая Ивановича Меркушкина в области выстроена хорошая, струйная система подготовки специалистов. Хочу вам пожелать удачно сдать экзамены и выбрать именно тот путь, благодаря которому вы станете талантливыми учеными, замечательными инженерами, прекрасными архитекторами и просто замечательными людьми. С праздником вас! Успехов вам на жизненном пути! Вы, выпускники сегодняшние, 2017, очень нужны Самаре. Самара вас ждет, Самара вас любит и Самара вам желает огромных успехов. С праздником! И уже по окончании торжественных мероприятий к работе приступили информационно-развлекательные площадки города выпускников. И с тем же названием в соцсети ВКонтакте создана группа, в которой можно высказывать свое мнение о первом общегородском шествии выпускников. Олег Зверев, Константин Головин. События. Крохотные, пушистые и милые в Самарском зоопарке пополнения. Пара лисов после двухгодовой паузы вновь принесла потомство. Сотрудники удивляются. Ни корм, ни условия не менялись. Прибавление в лисьем семействе неожиданно. А вот у зайцев-беляков на свет появились первенцы. Детеныши, рожденные в начале мая, уже подросли и с удовольствием играют. Нянчился с малышами Андрей Горгуленко. Довольные лисята, разморенные теплым воздухом и уставшие после игр с детьми, сладко спят на руках сотрудников зоопарка. Вниманию к себе детеныши рады, но пока еще устают от него. Как только смотрина закончится, лисята вернутся к своим заботливым родителям. У лис родители такие удивительные животные, в том плане, что они вдвоем воспитывают и выращивают своих детенышей. Отцы очень яростно защищают детенышей своей норки, не бросают их никогда. Вплоть до практически взрослых, они их помогают охотиться, учат всему. А вот родители зайца-беляки менее внимательны к своему потомству. Зайчата рождаются практически самостоятельными. Мама посещает их только для кормления. И через две недели детишки могут полностью перейти на взрослое питание. Зайчата и лисята уже немного возмужали. Пока еще живут со своими родителями, но совсем скоро устроятся в своей жилплощади. А пока с радостью играют с посетителями зоопарка. Лисята вообще очаровательные. Спят на руках. Все хотят дружить. Зайчонок тоже идет на контакт. Всем себя показывает. Это все манит, интересует. Всегда хочется получать положительные эмоции от контакта, особенно с малышами. Среди пополнений еще и молодая бобриха, которую нашли и передали в зоопарк горожане. А кто еще пополнит ряды местных постояльцев, работники пока не рассказывают. А только загадочно говорят, что нельзя сообщать раньше времени. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Православные христиане на этой неделе отметили Вознесение Господня. Это один из 12 главных церковных праздников. Он приходится на 40-й день после Пасхи. В Самарском Вознесенском соборе престольный праздник прошел особо торжественно. Храму исполнилось 170 лет. На юбилейной службе побывал Олег Зверев. В этом храме бывали три российских императора. Здесь был оглашен указ о создании Самарской епархии и освящено знамя, под которым русские ополченцы сражались за освобождение Болгарии. Вознесенский собор – старейший из революционных храмов Самары. Его строительство было завершено 170 лет назад. Тогда же был освящен южный Михайло-Архангельский предел. Долгое время собор был епархиальным центром, пока кафедру не принесли в Воскресенский храм, который в советские годы был взорван, а этот стоит до сих пор и обновляется. Совсем другая атмосфера в старых храмах. Вот чувствуешь, что прикасаешься не только к святыне. Святыня везде, даже в новом. Вот я когда захожу в Петропавловский собор или вот в этот, я думаю о своих предках, которые жили в Самаре, которые ходили молиться в эти храмы. Сегодня православные христиане отметили Вознесение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников, а для Вознесенского собора – престольное торжество. Божественную литургию отслужил митрополит Самарский Тольятинский Сергий, а после службы, по традиции, состоялся крестный ход. Всегда все лучшее посвящалось храму нашей отеческой вере, и архитектура, и музыкальные произведения, и литература. Все это именуется нашей культурой, нашим историческим наследием. И, конечно, все это связано с нашей отеческой православной верой. Сейчас Вознесенский собор готовят к празднованию Большого юбилея. Его отметят в 2018 году. Это будет 170-летие со дня освящения Центрального престола в честь Вознесения Господня. Олег Зверев, Константин Головин. События. Это были самые яркие события уходящей недели. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Прекрасных вам выходных и только хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok